Всем привет, ребятки, всем привет, девчонки. А меня, наверное, не видно, меня, наверное, не видно за... Ай, ничего страшного, за горой этих посылок. Посмотрите, как в Букреево отросла шемлюра, пора уже стричься. Ребят, вспомните, какой я был лысенький, а? Напишите в комментариях, какой Букреев лучше, вот этот или этот, который сейчас. Ну, в общем, помните прошлый видос с распаковкой потерянных посылок, да? После этого видоса осталось очень много вопросов. Я у вас попросил собрать 20 тысяч лайков, чтобы все эти вопросы я, следователь, товарищ Букреев, выяснил, чтобы я, Шарлок и Букреев, позвонил всем, да, чьи данные есть на посылках, чтобы я позвонил в новую почту, позвонил в Букрпочту, чтобы по всем своим вот этим путям все выяснилось, что можно. А вы забрали, ребята, 20 тысяч лайков, да боишься вы хорошие, господин, так и как же я вас люблю. Спасибо, ребята, вам большое за поддержку. А в этом видосе у нас будет распаковка потерянных посылок с другого сервиса, он более популярный, это самый популярный сервис по потерянным посылкам в Украине. Вы все мне его скидывали, просто все мне его в Инстаграм скидывали. Кстати, вот он, мой Инстаграм, пожалуйста, вот, на посылке прямо написано. Ну, если неудобно, ссылка в описании есть. В общем, распаковка LostBoxUI, как я вам обещал, разоблачение. И, кстати, в прошлый раз YouTube проигнорировал вашу активность и не закинул видосик в тренды. Но я думаю, что в этот раз мы сможем исправить эту ситуацию. Я очень хочу, чтобы как можно больше людей смогли увидеть это видео и понять, что из себя представляют вот эти сервисы потерянных посылок. Так что, ребята, прямо сейчас я очень ценю вашу поддержку. Поставьте этому видосу лайк, нам нужно 30 тысяч лайков. Ну и, конечно, пиши любой комментарий, это очень нам поможет в продвижении этого видео. Если ты еще и закинешь его с моими друзьями, цены тебе не будет. Все, ребята, это в сторонку, ребят, сегодня потерянные боксы. Sony PlayStation людям попадается, iPhone людям попадается, телевизоры людям попадаются. Да что тут говорить, да это элитный какой-то сервис, да я не знаю прямо. Так, две больших посылки я убрал, и три маленьких у меня остались. А здесь у меня целая серия. Ребята, самая дешевая у нас 0,5 килограмм по цене 250 гривен. То есть это получается вот эта посылка 250 гривен. Это нормально так почти 10 баксов. Ну и большая от 7 килограмм сумма 1100 гривен. Господи, да я разорюсь когда-нибудь на этом. Ну все для вас, ребят, чтобы вы видели. Я все тестирую на своей шкуре в реальном времени. В общем, я потратил 3000 гривен на этот видос, на эти посылки. Еще доставка там и все такое, и все это на разных моих агентов по разным городам, чтобы не спалиться. Давайте, ребята, открывать, смотреть, что там, что мы выиграли. Мы же iPhone, по-любому, вот здесь записал ирин, кто-то оценил iPhone, по-любому. Ну а потом будет разоблачение. Так, смотрите, супер мой нож. И здесь у нас очень хитрые ребята. Они не оставляют данные людей полностью. Вы дальше поймете, в чем прикол и зачем это нужно. Потому что на тех посылках прям были данные людей, прям были полные номера для отслеживания. Ну я сейчас расскажу. Чуть позже, ребята, будет разоблачение. Давайте сначала насладимся распаковкой. 250 гривен я заплатил за Пакован с масками. Так, слушайте, ну честно, знаете, я просто слышал историю о том, что бомжи берут маски из мусорников, стирают их там где-то на свалке, а потом продают. Слушайте, 250 гривен и здесь у нас маски. Я даже сразу смогу произвести оценку этого бокса, потому что я знаю, ага, это маски даже без проволоки. Это вообще маски как будто сшитые вручную. Ну пахнут типа новыми, но я не знаю, это та ткань, что нужна или нет, ребят, для всех этих целей. Посмотрите, может быть, кто-то шарит, напишите в комментах, это хорошая маска или нет. Так, ну типа, да, это самодельная маска 100%, очень жесткие резинки, здесь никакой проволочки нету, ничего совершенно нету. Короче, считаем у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать масок за 250 гривен. Самая обычная маска, вот подобная, да, одноразовая, стоит восемь гривен сейчас. Восемь там умножить на десять, восемьдесят, ну короче. А-бас! Короче, ясно, да, все ясно, да? Все ясно с вами ваши лустбоксы, потерянные посылки. Да вы там что, что потерять? Вы что потерять? Вы кого обманывать решили? Вы меня решили обманывать? Я же обыковать начну. Да, я уже, конечно, на самом деле не удивляюсь. Так, а здесь я не врубаюсь. 0,5 килограмм, 250 гривен. Один килограмм-два килограмма, 350 гривен. У нас две по 0,5. Это тоже коробка 0,5. Да начинается оно, ебать твою, налево. Ребята, в своем инстаграме я вам напишу, как эти ребята отреагируют, да, на наши предъявы о том, что две посылки были по 0,5, а мы купили не по 0,5, а. Нормально, ясно, что 350 гривен тоже 0,5. Ай, подождите. Я еще не... Я разрезал или нет, ребят? Может, я провтыкал и уже разрезал? Ладно. Открываем, смотрим. О, это что, закладка или что? Что это такое? Что это что? Да за... О, короче, ребята. А здесь у нас за 350 гривен перец. Это перец для самообороны. И, о чудо, я у них когда-то... Я не знаю, сохранился ли этот отзыв, я поищу обязательно. Но я видел у них в отзыве, что тоже кому-то попался перец. Видимо, на их отделении, да, или на каком-то общем отделении... Очень много теряются перцовых баллончиков. Вот это... А это что-то... А это что-то... А удивительно, да. А что здесь такого? Ну, один потерялся, второй. Очень надеюсь, что этот отзыв найду. И вы уже его сейчас видите на экране. Если я бы дошел, я очень надеюсь. Слушайте, ну сколько эта перцовка стоит, я не знаю. Давайте посмотрим чуть-чуть позже уже, когда все откроем. Но на самом деле я не думаю, что дороже 350 гривен. И она, кстати, какая-то как полупустая. Как вот можно проверить, использовалась она или нет? Вот как можно проверить? Слушайте, чтоб не шикануть себе в глаза. Вот, я видел. И, кстати, перцовочка ни одного слова на украинском языке не имеет. Значит, скорее всего, бездина нелегально к нам. Ясно? Контрабанда еще. Ясно? Все ясно. Мне все ясно стало. Так, друзья, что-то мне это реально не нравится. Где мой монитор? Я хотел монитор. Я видел в отзывах монитор. Мы как раз моему знакомому сейчас компьютер собираем. Ну, я ему там чуть-чуть подсказываю своими суперзнаниями. Но я монитор хотел. Нам нужен был игровой монитор. Я отзывы посмотрел в Lostbox. Думаю, да, Lostbox. Ну, где монитор? Ага, нема. Понятно, короче. Все с ними ясно. Лучше, ребят, я по старинке зайду на Е-каталог. Вот я, кстати, здесь выбирал компьютерочный, компьютерочный, комплектующий выбирал. И мне сразу предлагаются мониторы. То, что мне надо. Во-первых, я хочу Samsung. Мне очень надо, потому что я доволен. Я рекомендую Full HD по любому. Матрица V8. То, что надо для гейминга. 144 Гц. Все. Что еще тебе надо для хорошего монитора? Опа. Вот оно. Вот оно. Так, ребят, сейчас нажмем сердечко. Я вам покажу, что это сердечко значит. Добавим в список. Опа. Заходим на Monic. Он еще, кстати, изогнутый. И что, ребята, мы видим? Во-первых, что в разных магазинах его можно купить. И хорошенький такой разброс цен. То есть мы можем выбрать, где нам купить выгоднее. И тут же на Е-каталоге мы можем почитать отзывы от людей. Например, плюс 144 Гц. Это реально плюс. Я ощущаю. Серьезно. В играх. Реально. Боя, а вот Counter-Strike 1.6. Это очень плавно. Короче, минусов нет. Понятно. Все характеристики можем почитать. Также товары на Е-каталоге. Это действительно очень удобно. Какие размеры. Какие разъемы. Какая матрица. И все такое. Ну и самое главное. Вот то сердечко. Бачили, что я поставил? Сейчас вам покажу. Так, захожу в свой личный кабинет в Е-каталоге. Чтобы им пользоваться, нужно, конечно, зарегистрироваться. Во-первых, вот друголек, который собирал. Он тоже собирал на Е-каталоге. Есть кнопочка поделиться. Он меня сразу закидывает. И я сразу вижу по списку, что он там выбирал. И мы можем с ним сразу это все дело обсуждать. Но мне вот нравится вот эта кнопка. Найти в одном магазине, ребята. Ну-ка. Опа. Давайте нажмем. Эх, к сожалению, мы не нашли в одном магазине. Но в двух, поверьте, это тоже неплохо. Я, например, когда свой комп собирал, в трех или четырех магазах закупался. И все этого я снял вручную. Опять же, самое вот дешевое. Тридцать четыре девятьсот тридцать пять. Розетка. Но здесь разные продавцы на розетке. А это не очень хорошо. Потому что розетка это как площадка, да? И там могут быть разные продавцы, не только розетка. Обращайте на это внимание. Так, полистаем. О! Вот это мне уже нравится. Эльдорадо и Айтибокс. И тридцать пять, семьсот пятьдесят восемь. И намного дороже. И будет заказать реально намного проще. Посмотрите, сколько всего можно заказать в одном магазине. Это очень удобная функция. Если бы эта функция была тогда, когда я себе покупал технику домой, я намучился. Я реально намучился. Вот выбираю, выбираю, смотрю, все-все-все есть. Одного нет в этом магазине. Да что же это такое? А так бы я все в Е-каталог загрузил. Было бы очень удобно. И опять же, видно, что я смотрел. Видно, что я сравнивал. История сравнения. Это очень удобно. Действительно. Так что, друзья, если вы что-либо покупаете в интернете, найдите этот товар в Е-каталоге. Почитайте отзывы, сравните цены в разных магазинах. Для этого Е-каталог существует, чтобы помочь вам. Помочь облегчить вашу задачу, вашу покупку. Так что ссылочки на Е-каталог будут в описании. И в России, и в Украине работает. Пользуйтесь, ребят. Пользуйтесь, не благодарите. Все, все для вас. Сервис реально охуенный. Следующая потерянная посылка. 3 килограмма 500 гривен. Ну, типа... Такое, короче. Здесь же, опять же, понимаете, вот ребята у нас что утверждают? Мы в вашей посилочке? Не-не-не. Это вы там первый, кто увидит это то, что внутри. То есть только вы узнаете. Вот это, это нормальная, типа, упаковка? То есть, ну, серьезно. Я не верю, что вот эта посылка, она вот так и шла, да? Что вот... Ну, серьезно. Это потом замотали. Это взяли и потом замотали. Ну, короче, такое. Открываем, смотрим. 500 гривен. 3 килограмма, типа. Так, ну, естественно, здесь просто все разбитое в хламину. Чашка, я честно, вот ту большую кинул. Это для прикола. Я вам потом объясню, почему я ее кинул. Но здесь полностью разбитая чашка. Потом еще одна, но походу не разбитая. Здесь, кстати, много очень стекла. Сейчас, ребят, я туман... Ну, что я здесь покажу, поняли? Здесь вот такая чашка с трубочкой, да? С вот такой крышкой. И там трубочка. Ну, то есть... Ну, что показать? Ну, вы поняли, да? Так, давайте следующую посмотрим. 500 гривен. Хорошо. Пришло полностью что-то битое. Отлично. Я прямо... Блин, здесь столько стекол, что я чувствую, что я сейчас могу об это все дело порезаться. Эти стекла, они прямо летят во все стороны. Так, ребята. Следующая... Следующая чашечка. Что у нас здесь есть? Тоже... Блин, стекол очень много. Ice cold drink. Та-та-та. Тра-та-та. Ну, короче. Просто вот так вот это все работает. Эть. Все. Понятно. Чашечка 500 гривен. Обратите внимание. Стоимость посылки. Давайте посмотрим, что тут еще есть. Потому что здесь еще что-то, что не похоже на чашку. Честно, как будто, ребята, вот содержание этих посылок, знаете, ребят, на что похоже? Содержание этих посылок похоже на то, как я переезду. У меня был переезд. Кстати, какое-то все здесь слегка мокрое. И я, типа, то, что мне не нужно, отправлял там в деревню, на дачу, да, там на бугас, короче. Чтобы это там было, потом может когда-нибудь пригодиться. То есть выкинуть жалко. А так, типа, не жалко. Так, здесь, ребята, книги. Здесь книги. Так, смотрим. Очень странное, кстати, сочетание. Действительно, чашка и книги. Здесь у нас НИССЫ. Восточная мудрость. Потом тонкое искусство пофигизма. И кладбище домашних животных Стивен Кинг. Так, ребята, что у нас по книгам? Новые они или не новые? Честно, похоже как на новые. Не сказать, что ее кто-то здесь сильно открывал, что-то читал. Ну, то есть, видите, вот так книга выглядит. Но я имею в виду, не знаю, вряд ли мне кажется, вряд ли. Незамуртюканные страницы беленькие. А, ну, здесь чуть-чуть заломы. Но я думаю, что это просто заломы. Да, книги вроде... А, еще Джон Грей. Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Ну, такой, знаете, типичный, типичный, типичный набор. Зато цену. Легко узнаем всего этого в интернете. Так, я вот это стекло, наверное, сюда. И прямо с этой коробкой выкину. Потому что здесь очень у меня теперь много-много, очень прям мелких-мелких осколков. Достаточно это все дело стрёмно. Сейчас я это подмету. Да, отличная идея, ребята, руками подметать супер тонкие осколки. Все, пока, ребята, Букреевом уши не будет. Сейчас осколок ему водится в горло, и он помрет здесь. Так, и у нас еще две огромные посылки, да, здоровенные, действительно. Вот это и вот это. Смотрите. Я почему ее кинул, ребят, посмотрите, что здесь. Посмотрите. Я вам близко показываю, ребят, посмотрите. И это моему агенту, она такая и пришла. У меня вот даже есть фотка, где мне мой тайный агент скидывал, что, типа, Букреев, посмотри, это нормально, типа. Это нормально, ребят, посмотрите. Тут протекло все, что таки можно. Вот все, что таки можно. Все. Я устал это терпеть. Я устал это терпеть. А, здесь может PlayStation 4? У них же там тоже был отзыв. Как обещал, разоблачение, да. Все, что я выяснил, я прямо сейчас вам расскажу. Во-первых, мне написала моя подписчица, которая работает на новой почте и прямо вот во всех этих делах разбирается. Во-вторых, я звонил на горячую линию Укрпочты, с ними общался. Ну и еще с другими ребятами, знакомыми своими Сукрпочтой. Ну, на самом деле, все достаточно быстро раскрылось. Включаю вам запись, чтобы вы поняли, как это все работает, а потом немножечко с вами обсудим. Смотри, те посылки, которые не забирают ни получатель, ни отправитель, они уезжают на склад города Полтава. Там они хранятся 3 месяца, и все еще отправитель или получатель может их забрать, если заплатит пеню, которая там была, типа сохранения. Если все-таки вообще никто ее не забирает спустя уже почти полгода, то она распаковывается, смотрится, что там внутри. Если там что-то стоящее, то оно идет в корпоративный магазин. То есть у нас для сотрудников новой почты есть корпоративный магазин, и там можно все это купить. Какие-то потерянные посылки – это полный бред, потому что новая почта за этим очень жестко следит. Если какой-то посылки где-то нет, смотри, они каждый день, каждая посылка проходит инвентаризацию, идет передача смены обязательно. И если где-то посылки какой-то нет, то она где-то пропала, такого и быть не может просто. Потерянных посылок просто нет на новой почте. Представьте, друзья, каждый день, каждая посылка проходит инвентаризацию. Она не может просто так попасть и выпасть с отделения. Она пришла, ее пикнули, она ушла, ее пикают обязательно. Насчет того, что тебе попались посылки из города Вишнево. И, кстати, почему-то все это в городе Вишневое 13-е отделение. И эта посылка, да, 13-е отделение Вишневое, и эта. Смотри, есть пару вариантов. Либо это какой-то работник в Вишневом, очень умный, какие-то посылки где-то там достал, и, возможно, его либо уволят, либо уже уволили. И есть другой вариант, тоже какой-то работник. Смотри, на новой почте мы можем создать посылку, а потом ее поставить на удаление. Ее как бы нету, но номер накладной как бы печатается. И потом просто взять пакетик, приклеить, и в тот пакетик запихнуть все, что угодно. И, ой, смотрите, это как бы потерянная посылка. То есть я могу просто прийти на работу, от фонаря вбить любые номера телефонов, создать просто посылку, а потом ее удалить. И ее как бы в базе не будет, но накладная как бы распечатается. И, ну, взять пакет, приклеить ее, и вложить вовнутрь все, что угодно, и выдать ее, типа, за потерянную посылку, ну, легко. То есть, скорее всего, это просто какие-то хитрые работники на новой почте решили придумать себе такой своеобразный бизнес. Скорее всего, так. Вот оно что, ребят. Ну, вы поняли. Я не буду повторять. Все, в принципе, понятно, как это работает. И мы, типа, такие, да, так у нас же есть посылки. Я вот даже сохранил. У нас есть посылки, на которых сохранились, да, вот эти вот данные, отслеживания. И все такое. Мы же сейчас посмотрим, что за накладная, кому, что и куда. И обратите внимание, на вот этих лостбоксах на них нету таких накладных. На них эти накладные порваны. Видите? Помните, вначале я показывал? Они порваны, половина, нет данных. Ага. А здесь дурачки-то оставили. А здесь дурачки-то оставили. Видите, здесь-то тоже есть. И что вы думаете, ребята? Мы это проверяем. Работник новой почты проверяет, вбивает. И видим. Как я и думала, это просто левые накладные, которые распечатали и наклеили на посылки. В посылке 1446 была детская посуда с оценкой в 200 гривен без наложки. А напомню, у нас там никакой детской посуды не было. И посылка 9725 была одежда с наложкой 750 гривен. И была получена. И они даже долго не лежали на отделении. То есть вот эта и вот эта коробка, да, то есть вот эта коробка, это просто какой-то чувак или работник новой почты взял это или распечатал эту левую накладную и наклеил на новый пакетик. Или взял вообще коробку уже готовую. Знаете, человек приходит, распаковывает, выкидывает коробку. И туда подсунул уже свою какую-то дичь, да. По-другому я это назвать не могу. Мусор. Реально, подсунули нам мусор. Посмотрите прошлый видос, если не видели. То есть он мог бы даже искусственно какую-то накладную создать, да, придумать там ее. А он просто распечатал уже чьи-то накладные и поклеил. Ну, по крайней мере, на этот конверт, потому что он не был вскрыт, да. По той коробке непонятно. Может быть там быть и эта накладная и была и приклеена, коробка валялась просто где-то, да и все. Вот ваши сервисы с потерянными посылками. Обязательно поделитесь этим видео, чтобы все узнали, все увидели, как это работает. Я, кстати, когда-то спрашивал у Кости Павла. Я ему написал, привет, можешь, пожалуйста, поделиться ресурсом, на котором закупаешь потерянные посылки? Спасибо. Все, осталось последние 200 посылок там. Забираю их в понедельник. Я ему пишу, понятно, я пытался данный вопрос изучить и делал официальные запросы в разные почтовые доставки. Открыто вообще никто нигде не продает. У многих прям процедуры четкие из-за нарушения, увольнения, штрафа. Очень странно, короче. А Костя нам что пишет? Я случайно нашел. Немного поздно. Они уже почти все распродали и почти все вскрыли. Но вот сколько успел, столько купил их, да. То есть это какая-то была одноразовая акция. Или что вообще? Я в это не верю, честно, друзья. Я в это не верю. Это нелегальным, даже если это реально какие-то там утерянные посылки, это нелегальным способом. Потому что я делал также запрос в Укрпочту. Все, я не хочу затягивать, друзья. Я не хочу затягивать. Я хочу открывать. Давайте откроем посылку с вот этим желе. Ну и потом, конечно же, проверим, оправдались нам эти потерянные посылки или не оправдались. Так, открываем. О, боже! Это очень мерзко. Посмотрите на это, господи. Почему, почему мне всегда какое-то... Что-то тут сыпется. Оно уже высохло. Фу, это вонючая. Ребят, до страдания мои лайк поставьте. Ну это, что это вообще? Понимаете, это же не за один день. И оно такое и пришло. Оно такое и пришло. То есть они сознательно это отправили. Я в шоке просто. Я просто в шоке. О, боже! Как мне это вообще открыть так, чтобы не засраться реально? Я новую красивую белую футболочку одел. Зачем, спрашивается? О, боже! Тут такое что-то происходит. Посмотрите на это. Мерзость! Просто дикая мерзость. Ребята, открываю. Фу, блин, оно вообще воняет. Каким-то железом, знаете, что ли вообще. Ой, ё-моё! Что это такое? Что это? В смысле? Здесь вообще протечь нечему. Фу, воняет. Здесь протечь нечему. Что это? Как это вообще понимать? Ребята, просто еще раз вам показываю. Я вам просто показываю. Посмотрите. Это пришло в таком формате. Посмотрите. Это пришло именно в таком формате. И это подальше уже уберу, потому что мерзко. Тут у меня весь стол загадился теперь в этом. А здесь одеяло летнее. Евро. Метр девяносто пять на два. О, просто какое-то одеяло. Здесь нечему протечь. И просто подушка. И оно в этой даже фигне не запачкано. Что это вообще такое? Лосбокс. Вы что, прикалываетесь или что? Что это вообще такое? Проверим потом цену вот этого всего. Я в шоке, честно. Я просто в шоке. Вот смотришь отзывы, там вот всем что-то прикольное попадается. Одному мне какое-то дерьмо. Кстати, что-то здесь 800 гривен стоило, а что-то 1100 гривен стоило. А что именно, я честно понять не могу, потому что они в целом плюс-минус выглядят одинаково. Так, кстати. А, это две наши накладные. Это две наши накладные. Окей, понятно. Филипс, мешок, одноразовый, браун эпилятор, аквафор. Аквафор, здесь куча всего сзади написано, да? То есть, по идее, у нас должно быть именно это в посылке, да? Ну, по-моему, сейчас здесь одним скотчем заклеено, здесь уже, естественно, все другим скотчем заклеено. Ой, ё-моёй, представьте, они же реально пишут. Они это все в своем инстаграме пишут, о том, что какие они крутые и какие у них потерянные посылки. Они там пишут, откуда они у них берутся, понимаете? Так, открываем и смотрим. Боже, я 3000 гривен на этот мусор потратил. Слушайте, я когда сюрприз-боксы покупаю, они хоть как-то... Я потом что-то продаю там из этих боксов, а здесь и продавать нечего, понимаете? Здесь просто продавать нечего, мне просто накидали мусора, посмотрите. Они мне просто накидали сюда мусор, я не знаю, как чтобы вы это видели, посмотрите. Здесь просто, просто картон со ржавыми скрепками. А, нет, подожди. Ой, да, это очень хорошая упаковка, посмотрите, ребята. Это было вот так запаковано, да? Я отколупываю, думаю, что это просто картон. И здесь валяется какой-то дешманский кабель, понимаете? Просто дешманский. Честно, я уже даже не знаю, вообще, есть ли какой-то смысл искать эти товары в интернете. Потому что, ну, это просто смешно. Электролюм, какие-то картонки здесь, просто куча мусора, ребята. Вот, смотрите, я вам показываю. Здесь просто куча мусора. Меня опять... Я в шоке, просто какие наглые люди. Они все это складывают вручную, этот мусор сюда, я в этом уверен просто. Давайте достанем то, что здесь есть, типа ценное. Это такая дичь просто. И просто вот накидывала вот эта требуха. Ничего больше нет. Просто картонки каких-то, лампочек нарезанных. А здесь-то красиво, да, упаковали уже. И в пупырку, и все такое. Слушайте, мне прямо осталось сделать интересный запрос в новую почту по вот этим людям. Не работают ли они там, да? Особенно вот этот чувак, который прошлого видоса, который все с одного отделения показывал. Ну, это какая-то дешевая дженюс-клавиатура, понимаете? Я даже не удивлюсь, если она будет бэушная, потому что что-то, что такого? Не, она похожа на новую. Ну, это понимаете? Это вот потерянная посылка. Это, то есть, кто-то заказал, и кто-то не забрал, по их мнению, именно вот такие товары, да? Очень интересно. Никаких визиточек, ничего. То есть, это кто-то у кого-то что-то это купил, или что-то. Ой, ребята, ребята, просто молодцы. Они просто делают деньги из ветра, да? Как сказать? Люди спускают деньги на ветер, они получают эти деньги из ветра просто. Здесь какой-то громкоговоритель, понимаете? Он, кстати, вообще не похож на новый, честно. Здесь как-то много достаточно пылюки. Не знаю даже, как это работает. А ну-ка. Короче, ребята, официально заявляю, что эти лостбоксы вонючий развод для школьников. Ни в коем случае не повторяйте моих ошибок и не заказывайте данные боксы. Все это было проверено на себе для вас, чтобы вы могли осознать, какие наглые, гадкие люди бывают, зарабатывая бабосики на школьниках. Она зарабатывает. Вот такие дела, друзья, но я все-таки решил, что загляну в интернет, посмотрю, сколько вот это все добро стоит, то, что нам пришло сегодня. И скажу вам, да, хотя бы общую цену какую-то. И, кстати, с Укрпочты, с Укрпочты, мне сказали ровно, кстати, ту же самую схему, как на новой почте. Только сказали о том, что корпоративного магазина у них нету. Нет, контакт-центр Укрпочта. Если отправление отказывается забирать как отправитель, так и получатель, то в таком случае отправление отправляется на хранение, в камеру хранения. Оно хранится там до полугода, после чего оно отправляется на утилизацию. А у Укрпочты нету внутреннего магазина, где продают эти товары, например, как в новой почте? Такая информация отсутствует в контакт-центре, Данил. По информации, которая у нас есть, эти посылки хранятся до полугода на камере хранения, после чего они утилизируются. Вот вам и потерянные посылки. Как не стыдно этим людям, вот как реально им не стыдно запихивать этот мусор и не мусор, и все. Что с этой коробкой? В чем она вообще? Почему какая-то подушка одеяла лежит вам в подушке? Что? Я уже думал, понимаете, в прошлых видосах слизь какая-то была, я думал, здесь тоже что-то косметическое будет. Там подушка с одеялом, чистые упаковки. Я не понимаю, честно, друзья, я реально не понимаю, и это что-то космическое. Пришло, оно все под пленкой с этой гадостью. Что происходит? Короче, отправляясь в интернет, ищу цены, возвращаясь к вам. Ох, не зря, ребята, не зря я решил все это дело перепроверить, чтобы понять цены. Ай, короче, ребята, погнали, погнали. Граммофон, 264 гривны. И это, кстати, честно, вот щупая его, кажется, что это очень дорого для него. И, кстати, смотрите, я обнаружил бонус внутри. Вот видите эту штучку, да? А если вот так сделать? Опа! Опа! Бонус пошел, да? Ага, вот это тоже надо посчитать. Сколько там, копейек 5? Ясно. Клавиатура вот эта стоит 181 гривну. Новая. Я надеюсь, что она новая. Сложно понять, честно. Стакан вот такой 28 гривен всего лишь стоит. Один разбился. Я считаю только один, потому что, ну блин, это не мои проблемы. Шнур 44 гривны. Очень дешевый непонятный шнурок. Какой-то вот это ремакс. Дальше книги. Это, наверное, самое ценное, что было в этих потерянных, блин, посылках. Не ссы. 110 гривен. Кладбище домашних животных. Ребята, в твердом переплете. 162 гривны. Я думаю, что можно еще дешевле найти, но я особо не запаривался. Тонкое искусство пофигизма. Мягкий переплет 58. И женщины там с Марса, мужчины с Венеры. Че-то, наоборот, 70 гривен. Ясно. Ясно, ребята. И вот это самое интересное идет дальше у нас. Одеяло и подушка, ребята. Я вот, посмотрите, вот здесь есть вот этот сайт. Вот он, да, он здесь написан. Как хорошо и очень легко. Я зашел туда и посмотрел, ну, сайт выглядит очень современно. Ну, вы видите, да, сейчас на своих экранах. Одеяло, лето, полуторная цена 100 гривен. 100 гривен цена одеяла. Из чего оно? Из чего оно? Это просто кусок ткани какой-то, наверное. Ясно. И подушка 95 гривен. 50 на 70. Обалдеть. А, кстати, я забыл еще маски прибавить. Маски мы там посчитали на 100 гривен. Короче, всего у меня получилось 1112 плюс 1212 гривен. Я потратил 3000 гривен плюс доставка. Ребята, спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Я старался сделать так, чтобы и полезная информация была, и распаковка, чтобы вам не было скучно весь этот ролик. Напишите в комментариях, получилось у меня это сделать или нет. И надеюсь, что мы с вами залетим в тренды с этим видосом, чтобы никто больше не велся на эти разводы с потерянными посылками. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на канал. Кнопка прямо на экране. И там колокол, чтобы все уведомления жмите, чтобы проходили. Это очень важно, чтобы не пропустить видос. А то мы тестируем много разных разводов. А вы пропустите, вас потом разведут, а оно вам надо. И видосы вы видите на канале, их тоже обязательно смотрите. Всем, ребята, пока.